Привет, друзья! С вами Сникер Хейтер, и сегодня мы поговорим про второй из двух топовых китайских джинсовых брендов Red Tornado. С первым, а именно соус Жан, вы знакомы давно и близко, если, конечно, подписаны на мой канал. А вот второй, Red Tornado, я очень долго и старательно обходил вниманием, и на то были причины. Но в этом видео мы, наконец, всё подробно рассмотрим и обсудим. Сегодня на обзоре у нас шорты, которые называются Decay 302. И шорты эти не новые, а после активных двух месяцев носки и после двух стирок. Поэтому это видео будет чуть более интересно, чем обычная распаковка. Здесь я смогу с вами поделиться уже своим достаточно заметным опытом в эксплуатации. Как обычно, в описании видео вас ждут ссылки на официальный магазин производителя. Остерегайтесь подделок, потому что уже появляются на Алиэкспресс фейки. Так что переходите прямо по ссылкам и покупайте классный Denim за адекватные деньги. Итак, Red Tornado бренд не новый. Ранее они уже успели завоевать популярность и уважение под другим названием Red Wind. Но после, видимо, решили, что ветер окреп до состояния вполне такого торнадо. На мой субъективный взгляд, в отличие от хорошо нам знакомых Source Jeanne, Red Tornado больше позиционирует себя как бренд, доступный аналог японских штанов. В то время как Source Jeanne уже давно и успешно претендует на полную самостоятельность, свой взгляд на Denim. И в том числе свою вполне самостоятельную цену. Особенно в линейке Source Origin. Но все это уж точно никак не умаляет заслуг Red Tornado, о которых мы сегодня плотно поговорим. Эта модель выполнена из Denim из 100% хлопка. На это опять же надо обратить внимание. Потому что опять же, в отличие от любимых наших Source Jeanne, у Red Tornado достаточно немало моделей. В составе тканей которых присутствует спандекс, ну и либо другая какая-то синтетика. Так что если вы, как и я, фанат 100% хлопка в составе, обращайте внимание перед заказом на состав ткани. В этой модели использован санфоризированный Selvage Denim химического окрашивания плотностью 14 унций на квадратный яр. И в 31 размере они весят ровно 500 грамм. А обошлись они мне в 3200 рублей. Давайте рассматривать их вблизи. И для того, чтобы вам лучше было понятно, что вы увидите, расскажу два слова о том, как я ими пользовался и что они уже повидали. Сразу после покупки я полетел в них загорать на 3 недели на море. Соответственно, 3 недели они использовались максимально жестко. Я много ездил в них за рулем, много ездил в них на мопеде, много в них сидел своей задницей на каких-то камнях у моря. И все такое, то что действительно происходит на нормальном летнем отдыхе. Перед началом носки они не стирались. Во время летнего отпуска они также не стирались. После отдыха я вернулся в Москву, постирал их в дорогой стиралке на режиме джинсы. И еще месяц ходил в них в Москве. Естественно, в городе менее хардкорное использование, но тем не менее. И вот, когда лето закончилось, уже очевидно, они были постираны еще раз, для того, чтобы снять видео и убрать их уже на зиму. Так что то, что вы видите, это после двух месяцев активной носки и после двух стирок. Причем стирок не ручных. Так вот, относительно новых. Заметно поменялся цвет денима. Стал значительно более таким индиго-голубым и таким глубоким синим. Потому что, когда они были новыми, они были откровенно такого темно-темно с фиолетовым оттенком цвета. Значительно более скучного, на мой взгляд, чем я вижу сейчас. За это время уже наметился какой-то фейдинг, что достаточно тоже мне понравилось и приятно меня удивило. Учитывая, что это все-таки глубокое химическое окрашивание. Но давайте рассмотрим все подробно и детально. Во-первых, задние карманы. Очень удобного, классного размера. В него отлично помещается рука взрослого человека. Карманы пришиты ровно. Аккуратная ровная строчка. Здесь маленькая этикетка Red Tornado. Карман шит из двух половинок. И в этом месте внутри чувствуется, как подогнут нижний край денима. И, честно говоря, когда они были совсем новыми, когда я их только мерил в первый раз, достав из посылки, меня это достаточно неприятно удивило. Потому что рука прям упиралась вот в этот нижний край. И достаточно коротко постриженные ногти больно упирались вот в эту вот штуку внутри. Я думал, что это будет проблемой при дальнейшей носке. Но после первой же стирки все это пропало и все стало окей. Но в первое время было прям больновато иногда засовывать туда руку. По верхнему шву у нас нет никакого утолщения. Никакой, очень любимой теми же соус джанами, никакого валика сюда не вшито. То есть вполне стандартно и плоско все здесь выглядит. Не вижу в этом никакого недостатка. Ну и преимущества также в этом никакого не вижу. Потому что, с одной стороны, обратите внимание, что карман не совсем идеально аккуратно выглядит. Потому что, когда сюда вшит валик, выглядит несколько более плотно. Он лучше держит форму и более четкий кант верхней границы. Но, с другой стороны, когда все это не лежит на столе, а надето на вашу задницу, то этой проблемы, ну она как бы отсутствует. Фейдинг, ради которого сделана вот эта вот конструкция из двух половинок, пока еще, как можете убедиться, не получил какого-то воплощения. Так что ждем и посмотрим, что будет дальше. Зато по верхним краям карманов уже все достаточно выразительно начинает протираться. На видео так себе видно, но уже заметна тенденция и будет определенно классно. Но, что самое главное, в задних карманах они тупо удобные. Этого у них прям не отнять. Патч весьма жирный. Даже значительно более жирный, чем, на мой взгляд, было бы оправдано. Тем более для патча, который пришит по всем четырем сторонам и под который ни при каком раскладе вы не подсунете свой ремень. То есть он всегда под ремнем находится. И такая толщина меня немножко даже удивила. На патче вы можете видеть следы моей лени, следы двух машинных стирок и следы ремня, без которого никогда эти шорты не носились. На патче мы видим слова «Качественная коллекция» торговая марка Red Tornado «Оригинальная пожизненная гарантия». И что касается этой пожизненной гарантии, я подробно расспросил продавца. И он мне поклялся, что что бы с ними ни случилось, можешь присылать нам их обратно в Китай. Мы все починим, заштопаем, приведем в порядок, отправим тебя обратно. Но доставка, чувак, с тебя. Так что в деньгах это все приблизительно. Конечно, вся эта доставка туда-обратно плюс-минус составляет цену этих шорт. Но, кто знает, может воспользоваться. Шлевки отличные, жирные, рельефные. С очень-очень таким большим рельефным бугорком посередине. Который уже начинает постепенно фейдить. Ну и выглядит все очень классно и очень приятно. Ими я полностью доволен. Хорошо жирно пришиты по краям. В общем, никак не оторвать. Все очень, ну в общем, так как надо. Низ штанины подшит достаточно широко. И насколько я понимаю, в случае с шортами это окей. Это не проблема. Роппинг уже неплохо. За даже такой короткий срок оконтурился. И выглядит контрастно и интересно. Аккуратный цепной шов очень плотный. Ну все в целом как положено. И, собственно, селвидж. Честно скажу, но с селвиджем я полностью разочарован. Потому что смотрится это, ну как-то максимально позорно. Я не то чтобы противник розового цвета. Я наоборот только за. Розовый цвет это отлично. Это очень круто. Но, блин, он настолько не подходит по тону к самому дениму. Он настолько вообще вот не отсюда. Что, честно говоря, меня это прямо обескуражило. Но так забавно совпало, что я эти шорты заказал в размер впритык. Без классического запаса плюс один размер, как я обычно покупаю джинсовые шорты. Для того, чтобы спокойно можно было подворачивать их с запасом. Для того, чтобы можно было их там повесить на ремень без проблем. Но, чтобы они в остальном были достаточно свободны и с запасом по свободе. Я люблю достаточно широко, чтобы шорты сидели. И получилось так, что купив их четко в размер, я лишился возможности их подворачивать. И засветить этот чудесный, но на мой взгляд все-таки малоудачный розовый селвидж. Так что проблема неподходящего цвета краев меня беспокоила ровно до того момента, как я их впервые померил. Ну, а вы имеете в виду, что к низу они точно не широкие. Если вы хотите их подворачивать, то делайте запас хотя бы там в один размер, чтобы это все было более свободно. С внутренней стороны шов выглядит вот таким вот образом. Очень плотный, очень качественный, классный. Таким образом выглядит завязка цепного шва. Ну и все вот так вот неплохо фейдит. С внешней стороны выглядит вот таким вот образом. Сзади значительно более маржописто и контрастно. Вот так вот. Передние карманы также вполне-вполне удобные. Туда нормально помещается рука взрослого, половозрелого человека. Так что к ним вопросов также никаких нет. Такие вот здесь закрепы. Заклепки медные. Я, насколько понимаю, с покрытием под красную медь, которая благополучно стирается со временем, с очень небольшим временем. Прямо скажем, нафига оно здесь нужно, не совсем понятно. Какой-то сильной художественности оно не добавляет уж точно. Пробитые в разнобой, какие-то просто, какие-то типа с мясом заклепаны. И немножко отсюда торчит денима. Из-под часового кармана торчит, я так понимаю, это задумано, край селвиджа розового. Ну и по верхней кромке вот он, пожалуйста, здесь. Точно так же, кстати, как и у соусов в раскроечной карте. Селвидж вот здесь, вот на этом месте. Модель на болтах, что я думаю многим понравится. Многие это оценят. Вот так вот выглядит. Три болта здесь, один сверху. По качеству я ими, в принципе, полностью доволен. Не сказать, что что-то выдающееся. Но пользоваться удобно. Они не вызывают ощущение какой-то дешевой фольги. Отличные болты, вполне, вполне отвечающие любым требованиям. Опять же, не слишком художественно, но зато очень утилитарно удобно. Ну и с ответной стороны вполне нормально обметанные петли. Вот так вот все это выглядит. То есть никаких излишеств. Но зато вполне-вполне качественно. С изнаночной стороны видим мешки карманов. Отличного, надо сказать, качества. Очень приятные на ощупь. Такой структуры интересной в елочку. Про износостойкость этих мешков говорить, конечно, рано. Но никаких сомнений они и подозрений явно не вызывают. Здесь же этикетка, на которой написан логотип. Состав. Ну и всякие рекомендации по стирке всему остальному. С обратной стороны то же самое. И маленькая этикетка с номером модели. С обратной стороны Гульфик смотрится вполне стандартно и обычно. Никаких художеств. Но при этом вполне-вполне надежно, качественно и достаточно аккуратно. Три нижних болта. Абсолютно обычные с обратной стороны и гладкие. У верхнего болта логотип, который изображает непонятно что. То ли сидящего попугая, то ли непонятно что-то другое. Ну, в общем, каким-то образом с обратной стороны брендирован. Возможно, это смерч торнадо или еще что-то. Такой же брендинг и с обратной стороны на заклепках медных. Здесь же мы видим тот же самый классный цепной шов. Верхний шов, который приходит к верхнему болту. Ну, все вполне стандартно. Задние карманы закреплены любимым многими деним-хедами способом. Это медными заклепками потайными. Тоже все вполне классно. Для меня лично это не является ни каким-то плюсом, ни каким-то минусом. Но, зная, сколько людей это ценит, скажу, что окей, классно. Ну, а так вот с внутренней стороны смотрится этот самый нежно-розовый селвидж. Какого-то кислотно-розового цвета. Ну, пусть он здесь и остается. Мне определенно нравится, что эти шорты будут фейдить. И уже явно намечены некоторые тренды. Вот здесь, вот здесь будет выражено хорошо. Один ус растет вот так вот сюда. Сюда растет. То есть, явно это будет контрастно и интересно. Но для этого понадобится еще какое-то время. Может быть, сезон, может быть, два. И они каким-то образом поменяются, будут более интересными. Мне определенно нравится, в какую сторону меняется цвет после стирок. Получается более глубокий синий, более интересный. И намного дальше уходит от того темно-фиолетового, какими они были после покупки. Когда они были новыми. Он меня явно не впечатлял. Подведем итоги. Первый и явно самый важный вывод, который я сделал для себя, походив в этих шортах два месяца. Это то, что 14 унций для летних... А какие еще бывают шорты? Для них 14 унций это откровенно многовато. Особенно на отдыхе, когда жара постоянно 30+. Выходишь из дома и вечно вот эти вот мокрые трусы, весь этот бред, жарковато в них конкретно. Да, они очень классные в плане того, что они плотные и с ними ничего не случится. Вы можете в них лазить по любым камням, самым острым, каким угодно морским. Вы можете садиться задницей на что угодно, им ничего не будет, никогда они не порвутся. Они действительно плотные, жесткие и все у них как надо. Но все-таки, на мой вкус, шорты должны быть более легкие. И для себя я на будущее поставил границу приблизительно в районе 12 унций. Я бы хотел видеть свои следующие. Явно не тяжелее. Что касается самого Red Tornado, я остался полностью доволен. Нет никаких претензий и вопросов по качеству. Да, возможно, это менее изысканный продукт, чем соус-жан. За, причем, сопоставимые совершенно деньги. Да, явно чуть меньше внимания к деталям. Но, тем не менее, во-первых, для большинства покупателей это все-таки просто шорты, просто джинсы. И все вот эти вот излишества, на которые соус-жаны тратят деньги, время и уделяют им внимание, для большинства они абсолютно не нужны. А что касается Denim'а и чисто утилитарного качества, на мой взгляд, отличный и вполне конкурентный товар. Так что на вопрос, кого из двух китайских главных производителей выбрать, каждый ответит сам для себя. Но я для себя сделал вывод, что определенно заценю еще джинсы от Red Tornado. Мне очень интересно. Почему я не делал этого раньше? Потому что у них джинсовые фиты более широкие книзу, а мне все-таки нужны значительно более зауженные штанины внизу. Заморачиваться самому подшивать мне откровенно лень. Соусы меня избаловали тем, что у них есть фиты, подходящие для меня, и освобождающие меня от каких-то заморочек. Но, тем не менее, я думаю, что что-нибудь для эксперимента, именно полноценно джинсовое, я у них прикуплю. По поводу фита в этих шортах при заказе не забывайте смотреть точно на замеры и особенное внимание обращать на низ штанины, потому что действительно она совсем не широкая. И если вы хотите их подворачивать, то имейте в виду и делайте запас по размеру. В остальном же замеры у производителя достаточно точные. И, как обычно, в описании видео вы найдете замеры этой модели в 31 размере до стирки и после стирки. Так что сможете сами для себя какое-то представление составить об их усадке при стирке в стиральной машинке на режиме джинсы при 30 градусах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по ссылкам в описании видео и покупайте классный деним за абсолютно адекватные деньги. Подписывайтесь на инстаграм, постараюсь побольше выкладывать фото и видео в инстаграме. Не стесняйтесь комментировать видео и задавать интересующие вас вопросы, ведь именно благодаря вашим комментам эти шорты и этот бренд Red Tornado и оказался у меня на обзоре сегодня. Берегите себя и своих близких. Спасибо за ваше внимание. Всем пока!